В эфире Народное славянское радио. В эфире Народное славянское радио. Добрый день. Я хочу перед началом немножечко от себя вставочку такую сделать. Появляются ролики, видимо, ваша фамилия очень популярна, а наше радио тоже становится популярным. И появляются ролики, к которым мы отношений никакого не имеем. То есть берут ролики с вашими записями, записями других людей. Потом после этого вырезают, что оттуда им не нравится, вставляют что-то другое, добавляют третье, четвертое, пятое. И получается вот такой ролик, где звучит вроде бы наша заставка, где видны лица наших участников. В частности, вот и ваш недавно ролик вышел. И под это дело какие-то комментарии, фотографии вставляют, еще что-то. Я понимаю, что творчество у людей свободно. Мы нисколько не мешаем такому творчеству. Каждый имеет право что-то выражать, выражать свою точку зрения. Но, друзья мои, надо понимать, что если это сделано без нашего ведома, у нас это на канале не транслируется. Поэтому первый признак того, что это новодел и чья-то свободная мысль по поводу чего-то, то это первый показатель, что на нашем канале этого нет. Вот все, что официально выходит у нас, это все официально размещается у нас на канале. Если вы вдруг на нашем канале этого не видите, но видите этот ролик, не задавайте нам вопросы. А причастны ли мы к этому? Нет, мы к этому не причастны. И я думаю, что Анатолий Алексеевич тоже по этому поводу что-то может и, может быть, даже и хочет сказать. Вот я сейчас так вынуждаю сказать что-то по этому поводу. Понятно. Но это называется слава. Все, что можно сказать, то, что он пытается к нам прицепиться и на нашей, так сказать, основе выехать и набрать. И причем набрать очень много просмотров. Так что, в общем-то, хоть это легально, юридически это преступление, ну, бог с ними, что делать. Ладно. Теперь я тогда начну основной материал. Да, конечно. Я бы хотел внести некоторую корректировку с развитием. Дело в том, что название надо бы читать не так, суть лженауки. А суть тех, кто называет что-либо лженаукой. Или вместо того, чтобы осторожна лженаука, это осторожны-то те, кто произносит слова лженаука. Дело в том, что лженауки нет, как таковой. А это как оситрина второй свежести. Дело в том, что наука либо она есть, либо науки нет. Лженаука – это просто либо нет науки, либо это политиканство и такой инквизиционный аппарат. Желающие себя держать за инквизиторов, они находят то, что им невыгодно или неприятно, идеологически неверно. Называют это лженаукой. И вот мы сегодня пойдем как раз поведем разговор о том, кто эти люди, которые направо и налево суевают слова лженаукой. И, во-вторых, что это такое, что они называют лженаукой. Я думаю, это будет довольно поучительное и познавательное. Ну вот, начну с простого примера. Есть замечательный писатель, он же сатирик, член союзописателей Задорнов Михаил Николаевич. Я думаю, что вы имя известно всем слушателям данной передачи. Так вот, Задорнов – это патриот. У него прекрасное произведение. Он, повторяющий, член союзописателя, о котором не все далеко знают. Вот, скажем, его книга «Парародной России». Замечательная книга, исключительно патриотичная. Другая его книга «Пародной планете». Замечательная познавательная книга. Так вот, дело в том, что есть народец, которому слово «патриотизм» – это красная таревка для быка. И вот они на Задорнов ополчились. Доходят до смешного, если бы не было так грустное. Вот Михаил Николаевич Задорнов обозвали лжеученым. И вот они присвоили ему шутовскую звание или степень член-корреспондент премии «Врал» или «Академии Врал». И это везде триполевыми в таком контексте по телевидению. Ну, дело в том, что кто эти людишки? И мы-то знаем и знаем по фамилии. Как сказал когда-то поэт Галич, мы по именам вспомним тех, кто поднял руку. Это некто Соколов, журналист, не имеющий ученой степени, который подвязается на кафедр антропологии. Это Баринская, генетик, которая занимается генетикой алкоголизма. И вот она, у нее совсем уже фигуральная крыша поехала, потому что она посвятила свою жизнь борьбе с лженаукой. Вот она везде бегает и выясняет, кто там может заниматься лженаукой, пытается у того человека оскорбить фактически, нанести ущерб достоинству и чести. Дело в том, что такие вещи на Западе уже не проходят. Там просто вчиняют иск, ну, в рублях это примерно было 10-20 миллионов долларов, и такие люди быстро замолкают. Но это в юридических странах продвинутых, именно юридические. А вот Россия пока юридическая страна не очень зрелая, и вот такие вот подлости, как вот Соколова, Баринская, они сходят им с рук. Так вот эти люди, вот они суют направо-налево понятие лженаук. Но какой Задорнов лжевученый? Во-первых, он не ученый с самого начала, он писатель, он юморист, он сатирик. Он не ученый, он не может быть лжевученым по определению. У него нет науки никакой. То, что он делает в свои прекрасные произведения, это все с точки зрения науки давно известны. Ничего там нового нет. И поэтому вот так вот, понимаете, измываться, это кроме как подлостью назвать нельзя. Теперь, а кто, собственно, эти люди, которые измываются? Это идет уже популярная серия из, по-моему, пяти конференций. Называется «Ученые против мифов». Но вообще уже ерунда, потому что ученые никогда против мифов не выступают. А зачем ученым выступать против мифов? Мифы – это мифы, это народное творчество, это всякие истории, которые люди в силу уровня своего в то время пытались объяснить природные явления, создавали себе героев или базируясь на реальных героях, а потом это все приукрашалось. Но с какого-то, так сказать, рожена ученые будут выступать против мифов. А вот, так сказать, вот такая конференция, на которой выступают люди, ну где просто, пардон, клема негде ставить. Я не говорю, что все. Там есть достойные люди выступают. Ну, скажем, выступает некто Чубур. Но это же пародия на ученого. Если кому интересно, на сайте Переформат есть статья «Кто такой Чубур и чем он известен?». Это, скажем, Жуков, Клим Жуков, военный историк, который занимается тем, что вот рассказывает в частности про ДНК-генеалогию, в котором ничего не понимают. Этот Жуков выступает на ученых против мифов, скажем, там, рассказы про Виллисовую книгу, о какой он понятии не имеет. Я не говорю о том, что она истинна, не истинна, древняя, не древняя, но просто с таким уровнем знаний рассказывать публично – это просто смешно. И вот это, понимаете, ученые против мифов. И вот когда там позорят Задорновы, а аудитория там, человек в 500, а то и в 1000 потешается с осмехом, то это огорчительно, это печально, что те молодые люди, которые сидят в зале, они мало того, что не могут понять, что нет лженауки, но то, что Задорнов никакой не лжеученый, он и может не быть по определению. Вот эти вот люди потом того же Задорнова вставили в некую фрикопедию. Вообще словечко «фрик» придумали середнячки или незыпросто в науке, чтобы оскорбить тех, кто намного выше их. Вот то, что они не понимают, или то, что науки неизвестны, а кто-то имеет смелость сказать об этом, они тут же словечко «фрик» и помещают в фрикопедию. Вот это по их понятиям лженаука. Кто же там в фрикопедии? Задорнов опять, Михаил Николаевич. Представляете, там Наталья Петровна Бехтерева оказалась в этой фрикопедии. Это вообще уже безобразие. Давно пора, я приглашаю кого-либо из юристов, серьезных в России, просто взять за это дело, взяться и вчинить иск создателям и участникам этой фрикопедии. Я думаю, тоже так миллионов на несколько рублей их отрезвит. Наталья Петровна Бехтерева – это выдающийся ученый. Она директор Института мозга человека. Она директор Института, насколько помню, физиологии человека. Она вообще умерла 10 лет назад. Она орденоносец. Она депутат Верховного Совета СССР. Она носительница, она академик до концов Академии наук Советского Союза, а потом Российская Академия наук. И она в этой фрикопедии, она, понимаете ли, фрик. Вот эти люди, которые абсолютно недостойные, они жонглируют понятиями лженаука. Дальше есть комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Академии наук России, РАН. Но это просто позорище. Дело в том, что у них тоже слова лженаука, там через каждое второе. И вот эта комиссия занимается разбором якобы лжеученых. Повторяю, что большинство из них никакими учеными не являются. Ну вот, например, что продуктом действует этой комиссии по лженауке. Оказывается, два меморандума они издали. Одно про дерматоглифику, дерматоглифический тест. Это значит, тест на основе отпечатков пальцев. А другое о гомеопатии. Вот они признали, что дерматоглифика не наука и гомеопатия не наука. Здрасте. Естественно, их никто за науки не держит. Поэтому весь этот шум уходит в свисток. Для сравнения, гомеопатия, ну, кто, наверное, многие знают, от лечения малыми дозами, иногда исчезающие малыми дозами вещества. И вот не так давно гомеопатией занялась и занялись в США. Но не Академия национальной наук США, это было бы смешно, а занялась торговая палата. Вывод торговой палаты был в том, что нужно правильно маркировать продукты, которые претендуют на гомеопатию. То есть вот наклейки делал правильный. Все. О том, что это не наука, разбирать на уровне президиума Академии наук. Ну, людям просто или нечего делать, или люди, которые немножко свихнулись на почву борьбы с ведьмами. Вот, опять же, многие помнят, наверное, или читали, что лженаукой была генетикой. В конце 40-х, в начале, вернее, в 50-х годах, первой половины. Лженаукой была кибернетика. Ну, и где мы сейчас с генетикой, кибернетикой и продуктами ее? Вот из-за того, что как лженауку людей гоняли, а многие были арестованы, и некоторые были расстреляны. Вот итог этой борьбы лженаукой. И сейчас опять на круги своя. Появляются вот эти инквизиторы, которые начинают клепать, что это лженаука. Дальше, значит, это по поводу, причем меморандумы номер один по герматогливке я так и не нашел. Его нет в сети, во всяком случае. А по гомиопатии нашел опять слова типа, что это лженаука. Смешно. Вот думаю, что следующий. Я когда-то написал об этом статью, и написал, что ни одно из этих направлений на научность и не претендовало. С таким же успехом могут дальше быть меморандумы номер три, о гадании на кофейной гуще, и что наука против этого. Номер четвертый – о шаманизме, о том, что наука против этого. Далее, меморандум номер пять – о вуду, о протыкании иголкой куколок, изображающих конкретных людей. Это тоже, значит, вот наука, но вот это лженаука на самом деле. Дальше – борьба с Евангелиями, борьба с Библией и так далее. Значит, действительно, людям нечего делать. Более того, в положении комиссии РАН по борьбе с лженаукой вообще даже нет определения, что такое лженаука. Написано, комиссия РАН по борьбе с лженаукой или фальсификации научных исследований организована в целях противодействия дискредитации науки, распространения и пропаганды лженаучной публикации, противодействия лженаучной деятельности и для пропаганды научных знаний и достижений. Вот под это можно подвести что угодно, и чтобы каким-то причинам не понравилось активистам этой комиссии. Лысенко Торфим Денисович был бы счастлив эту комиссию возглавить или хотя бы быть ее консультантом. И вот примеры мы видим на самом деле, что как суетятся эти самые люди, которые с этой комиссией связаны, пытаясь действительно охотиться на ведом. У меня даже есть курьезный случай. Кто-то написал, у меня личный случай, кто-то написал в сети, что вот я такой-то, я не работал в Гарвардском университете, все это придумано. Мною, видимо. Но вообще, конечно, смешно, потому что взять любую мою публикацию оттуда, и там написано в ведущих журналах мира, в частности, там журнал биохимистри, биохимия, и там написано, моя фамилия, Гарвардский университет. Так вот, кто-то ляпнул просто так, а Баринская тут же написал, это здорово, напишите мне, и я представлю этот материал в комиссии по борьбе с женаукой. Ну, слушайте, ну, даже если кто-то не работал где-то, или даже, допустим, соврал, ну, при чем здесь с женаукой? При чем здесь комиссия по борьбе с женаукой? То есть, вот почему я говорю, что у некоторых крыша поехала на базе борьбы с ведомами. Это вообще напоминает 30-е годы, когда шла борьба с инакомыслящими, и многие люди невинные, честные, пострадали. Сейчас вот эта комиссия занимается фактически тем же самым. Так вот, говоря как раз об этом, о фрикопедии, вот, скажем, комиссии, наверное, стоит бороться с астрологией, что это лженаука, хотя астрология никакой, вообще не наука. Теперь еще интересный пример. Вот ГМО, это вот генетически модифицированные, соответственно, материалы. А по какой-то причине вот эта вот комиссия и люди, которые с ней связаны, в частности, вот конференции «Ученые против мифов», они не очень за ГМО. Они просто, что ГМО – это прекрасно. Но дело в том, что глупо так вообще ставить вопрос. Это можно поставить так, что спирт, алкоголь – это прекрасно. Ну, в общем-то, с одной стороны, да, что есть достойные напитки алкогольные, которые люди с удовольствием пьют, опять же, хорошо, когда умер. Но дело в том, что тоже алкоголь может быть и вредным, и может людей убивать. Все зависит от того, как алкоголь готовить. Как готовить хороший алкоголь? Берут пшеницу, в ней есть крахмал пшеничный, его в мягком виде разбивают на сахара, на глюкозу именно. Глюкоза ферментирует спирт и называют пшеничный спирт, такое вот народное название. Это чистый спирт. Действительно, на его основе готовят достойные спиртные напитки. А можно взять опилки, аж паритек серной кислотой, можно и соляной при желании. И там та целлюлоза, которая есть, она тоже гидролизуется, и получается сахара, та же глюкоза. Ее тоже можно забораживать и получать спирт. Но спирт будет технический, потому что в этом спирте будет и метанол, и ацетон, и десятки самых разных вредных примесей. И вот есть такой спирт пить, а особенно в нем, если есть метанол, он всегда есть, просто дозы разные, то люди физически слепнут, люди умирают. Ну так что, алкоголь хорошо или плохо? Ответ простой. Как готовить? В зависимости от того, как он получается. То же самое ГМО. В лаборатории, когда делают правильное, ГМО как правильное, хороший материал в смысле чистоты и отсутствия побочных эффектов. Испытывали много раз на животных, и лабораторный ГМО хороший, но кто знает, какой он будет в промышленности, в частности в России. Это может быть так же, как и технический спирт. Если его делать неправильно, не соблюдая технологию, он будет крайне плохой и будет вредный. И в нем будут разные примеси, которые могут передаваться по наследству. Поэтому никогда нельзя делать общих заявлений, хорошо это или плохо, к препаратам, которые потом идут в промышленность. И поэтому, когда носится всем, что ГМО это хорошо, это на самом деле абсолютно вредное заявление в таком общем виде. И вот этим за ним оказывается вот далее то Шитовское, вот это вот скморожеское название «Академик Врал», та же компания, значит, Боринская и ее компания, дали эту женщину наградили, которая как раз сопротивлялась внедрению ГМО в России. И вот ее подняли на смех, ее опозорили, нанесли удар в ее честь и достоинство, дали Шитовскую эту премию и прославили в прессе. А она на самом деле, все, что она, как можно понять ее выступление, что нужно осторожно относиться к продуктам, особенно продуктам из промышленности. Вот, скажем, как действуют те, которые борются с лженаукой, а сами при этом потенциально наносят вред здоровью целой нации. Теперь пора еще остановиться наконец-то на том, то есть не наконец, а в процессе, к чему я имею прямое отношение. Я занимаюсь ДНК-генеалогией, о чем и слушатели знают. И вот открываем Википедию и читаем. «Следствием некорректности теоретических основ ДНК-генеалогии, ее методов и выводов, специалистами эта концепция признана псевдонаучной». И дальше идут три ссылки. «Ссылка одна – Балановский, ссылка вторая – Клейн, ссылка третья – Балановская». Но, собственно, те, кто знают историю этого вопроса, не удивляются, почему эти три человека выдали такое мнение, и оно пошло уже в Википедию, уже в справочник. Теперь, ну, я буду исключительно краток в этом отношении. Во-первых, «Следствием некорректности теоретических основ». Вот это абсолютно ложь, потому что никто никогда не подвергал сомнению теоретические основы ДНК-генеалогии. А они очень просты. Берется ДНК, в частности, в особенности Y-хромосомы, там есть мутации, которые самопроизвольные проскакивают там, в ДНК. Они проскакивают неупорядоченные, ну, так же, как происходит радиоактивный распад. Те, кто слышал, когда они слышал «Счетчик гейдер», знают, что там нет равномерного тикания. Там идут тик, там ток-ток-ток, ток-ток-ток, и все это идет вроде как бессистемно, а на самом деле, когда таких тиков набираются тысячи, десятки тысяч, и так далее, это все прекрасно обрабатывается методами математической статистики. И, скажем, получается при этом скорости полураспада, у которых у одних вещей секунды, у одних изотопов, у других минут, у третьих числа, годы, и тысячелетия и больше. То есть, это все нормальное научное описание. Точно так же, или почти точно так же, считаются мутации. И по этим мутациям можно узнать для любой группы людей, у которых был общий предок, можно, а есть критерии, позволяющие установить, был общий предок у них, либо это совершенно разнобойная группа людей, тогда нужно подразделять на те группы, где был общий предок. И считается, когда этот предок жил, и жил он либо сотни лет назад, либо тысячи, либо десятки тысяч лет назад. И на этом основании, когда такие тесты делаются для, скажем, по всей Евразии, по Америке, по Австралии, и так по Африке, можно определять, когда шли древние миграции, в каком направлении они шли. Короче говоря, идет рассмотрение древней истории человечества. Так вот, никаких, значит, некорректностей теоретических основ нет. Более того, никто никогда это не рассматривал. Нет ни одной работы, где было бы показано, что вот эти основы ДНК-генеалогии некорректны. То есть это прямая ложь в Википедии, и когда идет ссылка на Болановского, клееный Болановского, ни один из них это не показал, на самом деле. Болановский написал одну книжку, где он попытался рассмотреть мутации в ДНК, но это настолько безграмотно, настолько низкий уровень рассмотрения, что, опять же, не по себе делается. Человек с таким познанием, он возглавляет лабораторию в Академии наук России. Те, кому интересно, есть статья под названием «Болановщина» на том же переформате, и там прямо о конкретной выдержке из этой его книги, и показано, что ни то, ни другое, ни третье неверное, либо безграмотное, либо непонятное, либо расчеты неправильные. Поэтому и вот так, вот так делается лженаука, вот и тут псевдонаука. Почему так делается? А очень просто. Дело в том, что Болановский-Болановская много лет занимались в популяционной генетике и продолжает ей заниматься. Правда, часто ее переназвали, это вроде как там этнография там, или как бы этногенез, ну, то есть идет маневрирование. Но дело в том, что нагородили горы мусора, которые надо, вообще засоили всю науку. И когда появилась ДНК-генеалогия, ну, мы в два счета показали, что эти расчеты скорости мутации, времен, которые они иногда делали, это абсолютно неверно. Значит, что сделает нормальный ученый, правильный, честный. Он скажет, оп, ошибочка вышла, действительно, мы не знали, мы не продумали, это не наша специальность, давайте теперь вместе хотя бы рассмотрим, в чем у нас неверные вещи, мы исправимся. Статьи отзовем некоторые, или напишем о том, что там неправильно. Но это как-то честные ученые. Что делает ученый нечестный? Он не разбирается в вопросе, он строит, так сказать, свою команду свиней и идет в атаку. Вот это Балановский, Балановский сделали. То есть, началась агрессивно накатная ДНК генеалогия, тем временем потихоньку они перешли от неправильных расчетов на более правильные, на самом деле, все равно неправильные отчасти или в заметной степени, но лучше, чем это было раньше. Если раньше они ошибались в три раза, сейчас ошибаются в полтора-два раза. Но не признают ошибок все равно. И вот им надо дискредитировать ДНК генеалогия. Надо показать, что это лженаука. Так вот, не разобираясь, не приводя конкретных вещей, не разбирая какие там расчеты и прочее, просто раз махнули, лженаука, все. Теперь к ним припнул Клейн Лев Самуилович. Это историк петербургский, который всю жизнь занимался археологией, так, немножко истории. И он тоже нагородил немало чего, в чем можно разобраться. И вот он почему-то ему понравилась эта популяционная генетика, он взял на вооружение неправильные методы, те, которые в три раза делают ошибку на 300%, ни много, ни мало, и написал работу по истории славян, в которой основывался на этих неправильных расчетах и нагородил бог знает что. Я показал, что это неверно, надо вот так. И вот Клейн опять озлился, то же самое, если бы он был честным ученым, он признал бы, но он не может признать. Опять же, он накатил на ДНК генеалогии, вот вместе с Балановскими, тоже вот написал, что это псевдонаука, лженаука. Значит, вот так работают те, которые клеймят, что якобы где-то лженаука. Поэтому, с чего я начал это выступление, что не осторожно лженаука, а осторожно это те, которые произносят слово лженаука. Кто это такие? На каком основании? Почему они это произносят? А потому что инквизиция, когда Лысенко с сотоварищами громил генетику, а потом сотоварищи громили Лысенко, кстати, методами, и то же самое называли это лженаукой. Теперь есть такой научный сотрудник по фамилии Животовский. Он как раз и автор неправильных методов расчетов, о которых я упомянул, ошибок в три раза. Конечно, как к этому пришел? Это вообще некая фантасмагория или сюрреализм, когда были взяты 10 тысяч точек умозрительные, а их усреднили по всему человечеству за все время существования человечества и решили, что вот такая это и есть скорость мутации, которая была в три раза на самом деле была ошибка. И вот этот метод был принят теми же Балановскими, которые его активно использовали. Так вот, когда выяснилось, что все это неверное, никто из них не назвал Животовского лжеученым. И правильно что не назвал, потому что нет лженауки. Животовский просто грубо ошибся. Ну, бывает, в науке вообще часто ошибаются и ошибаются грубо, а потом это выправляется, это нормальный ход, в общем-то, в науке. Как в любом другом, в любой другой профессии. Всегда, когда люди идут, достигая высот профессии, на их пути немного ошибаются. Печку не так кладут в начале, так сказать, своего дела, потом печник становится знатный, нормальный ход. Так вот, когда Животовский все нагородил, его лжеученым никто не называл, потому что это была своя, так сказать, стая, свой клан. А когда Животовский пару лет назад написал похвальную книгу Лысенко, что на самом деле Лысенко был талантливый ученый и вовсе не такой, как его представляют, та же стая на него набросилась. Теперь он, Животовский, стал псевдоученым, лжеученым, и его книга это категорически неправильно. Поэтому, понимаете, законы стая, они непростые. Кто от стая чуть отбился, это уже все лженаука, лжеученый. И вот это, к сожалению, вот такое дело происходит повседневно, в том числе и в особенности, наверное, в Российской Академии Наук. Там много чего нужно разгребать, и многие чем заниматься. Так вот, еще один человек, который попал во фрикопедию. Наталья Павловна Павлищева. очень хороший, талантливый писатель, много интересных книг, которым зачитывается десятки тысяч, а то и сотни тысяч людей. И вот она написала интереснейшую книгу. Называется «Запрещенная Русь. 10 тысяч лет русской истории». Книгу к научной отнести нельзя. Дело в том, что Наталья Павловна не ученая. Она не историк, она не специалистом ДНК-генеалогии, которую она там кусками цитирует. Но книга для общего образования замечательная. Рекомендую. Но эта книга тоже патриотическая. И все, этим все сказано. Свора, стая, клан накинулись, и Наталья Павловна Павлищева оказалась в Африкопедии. Почему? А потому, что патриотка своей стороны. Это продолжение вот моего выступления о либералах, о чем я говорил в прошлый раз здесь. Это то же самое. Либералам патриотизм красная тряпка для быка. на все готовы, на все способны, чтобы опять ударить по чести достоинства людей, которые, понимаете, которые патриоты своей страны, которые болеют за историю своей страны. То есть в этом отношении вот как раз лженаука это инструмент либералов, которые клеймят людей направо и налево как раз по своим соображениям. При кого они клеймят? Ну, конечно, есть многие те, где науки просто нет. Поэтому здесь, ну, собственно, таких, наверное, лжиученых не называют. Называют тогда, когда наступили на мозоль. На мозоль как раз вот ужасного отношения к патриотизму. Вот это все лжиученые. Вот паблищи туда и попало. Теперь я уже говорил, не буду на этом остановиться, просто напомню о нормандской теории. То же самое, никто не называет лженаукой. Это просто не наука. Нормандская теория, которая гласит о том, что, ну, если называть вещи своими именами, что славяне в прошлое были якобы ленивые, были раздолбая, ничего не делали, тупые, там сидели на ветках, где-то там на ветвях. И, в общем, так они жили то ли в лесу, то ли в болотах, а скорее всего, там и там. В общем, лес на болоте стоял. Так, для полноты картины. И вот пришли скандинавы, правые ребята, они все взяли свои руки, они создали ремеслы, военное дело, там, дипломатию. Короче, все сделали скандинавы, и они фактически Русь установили. Они Русь основали. И вот это суть норманизма. Все остальное, это детали. Там, где-то меч нашли скандинавскую, где-то там еще что-то. Это все ерунда, потому что все же понимают, что нашли меч, это не значит, что скандинавы колонизировали фактически Россию. Мало ли меч можно принести, купить, украсть, выменять, в виде трофея принести, это сплошь и рядом. Но главное то, что скандинавы были в основе зарождения Руси, и был эти скандинавов на Руси, видим и невидимы. Цифры варьировались от, где-то 20 тысяч в начале 20 века, до полмиллиона уже сейчас тот самый Лев Самилович Клейн, он хоть цифру полмиллиона в яном виде не назвал, он дал проценты, из которых и вытекает, что в России было полмиллиона скандинавов. Но когда ДНК-генеалогия посмотрела, а где эти потомки скандинавов сейчас в России, у них скандинавов есть очень четкие метки в их ДНК, оказалось, нет таких, нет этих меток. Все скандинавы и потомки их с этими метками, а метки необратимы, никуда не деваются, они сидят в Скандинавии, это Швеция, Норвегия, Дания, и тьма их на самом деле на Британских островах. Это Ирландия, Шотландия, Британия, Англия, и там они, а в сторону Востока они практически не ходили, кроме как редкие военные экспедиции. Ну, это помните, конечно, Карл XII, там нападения, это прибалтийские, значит, нападения и сидения там в крепостях, то есть колонизации не было ими никак, и поэтому сейчас реально, когда стали смотреть, потомков скандинавов нет, не в России современной, не на Украине, не в Белоруссии, не в Литве, вот и все. Вот оно, как раз, будем называть после этого нормандского теория лженаукой. Да зачем? Она просто не наука. Мы не будем с либералами стоять плечом-плечу и их инструментарием типа лженауки пользоваться. Значит, поэтому вот так оно и есть. Нет никакой нормандской теории, все это блеф и миф. Теперь краткий еще выход из Африки. Вот появилась, значит, концепция не так давно, что все люди вышли из Африки. ДНК-генеалогия это все разгромило, потому что оказалось, что в нас нет африканских мутаций. Оказалось, что человечество еще в незапамятные времена, ну это по оценкам 160 тысяч лет назад, оно разделилось на две ветви. Одна ветвь оказалась в Африке, а другая в Африку так и не попадала. Причем, я говорю, оказалась в Африке, не то, что она в Африке образовалась, потому что в Африку вполне возможно они пришли. Почему? Да потому что неандерталис, например, в Африке никогда не было это ученые, современная наука показала, или по крайней мере об этом все знают и понимают и согласны. А неандерталис, он нам, он дядя. То есть, это брат нашего отца. Вот, так сказать, исторический неандерталис. То есть, прадедушка общий, дедушка общий, а у дедушки два брата. Один, соответственно, вот наш отец, а другой это дядя, неандерталис. Так вот, известно, что дядя в Африке никогда не был. Но тогда, собственно, если дядя в Африке не был, то почему брат его родной непримерно должен быть в Африке? Он тоже может быть в Африке. Когда мы стали это проверять, так и оказалось. Оказалось, что у нас мутации дуют от древних приматов, и полно у нас, их сотни тысяч. А вот из Африки, от африканского населения, которое там есть, никаких мутаций у нас нет. Оно все отдельное. Так вот, когда об этом я опубликовал, поднялся вот, что это лженаука, что это псевдонаука. Никто на самом деле не разбирался. Никто не разобрал расчеты. Никто не показал, что вот, а там действительно разница колоссальная. То есть современные африканцы, современные неафриканцы разошлись примерно на 400 тысяч лет. И вот никто это не проверял. Никто не написал. Смотрите, я вот пересчитал, а получается вовсе не так. Получается не 400 тысяч, а всего 100 тысяч лет или 50 тысяч лет. Ни одной работы не было. А тут же крики лженаука. Вот он вам обращает, как либералы используют понятие лженауки. Разбираться не буду, но мне не нравится, поэтому лженаука. Вопрос, а почему не нравится? А потому что на Западе считают по-другому. Вот это квинтэссенция либерала. Раз на Западе считают по-другому, а мы, либералы, так сказать, по-западу, просто обязаны прогибаться, мы должны тогда поддерживать Запад в этом отношении и в том числе в научных делах. Все, вердикт вынесен. Те же самые антропологи, биофак, МГУ, тоже самое поступают. Они написали совершенно там статью премудрую, где, значит, пытались показать, что вышел из Африки. Все переписано с западных материалов, потому что антропологи МГУ не занимались выходом из Африки, нет у них вообще своих работ. Я понимаю, еще стали бы их отстаивать, потому что либо как бы наши работы, а им противоречит ДНК, генеалогии. Нет, нашей, так сказать, работ не было. Но поскольку на Западе принято говорить, что человек вышел из Африки, то, пожалуйста, значит, вот это лженаука. Я уже разъяснял, не буду тратить время, почему на Западе появился концепт о том, что вышли из Африки основаны абсолютно на размытых вещах, на неких постулатах, на принятых допущениях. Все это есть и в моих статьях, на сайте Переформат. Все разобранное. Нет, не вышли мы из Африки, наши предки. Так вот, опять же, тоже жупил либерал, женаука. Далее, берем геномный анализ. Но, казалось бы, вообще высокая наука, хай-тек, как геномный анализ проводится? Вот если по-настоящему разбираться, ну, если бы я был либералом, назвал бы это лженаукой. А так и называю это просто гигантским кладбищем ошибок. Берется геном человека, это совокупность ДНК, разбивается в капусту этот геном на разные фрагменты. Ну, одни фрагменты подлиннее, другие покороче. В общем, получается каша из фрагментов генома человека. Берется другой человек, и у него в капусту все разбивается. Опять получается каша из коротких и длинных фрагментов. Эти две каши сравниваются друг с другом. Сравнивает компьютер. Человек сравнить это не может. Там миллионы и десятки, и сотни миллионов бывают вот как раз этих мутаций. поэтому компьютер сравнивает, что похоже на что. При этом компьютер, конечно, делает это весьма топорно, потому что компьютер деваться некуда, его заставили считать. А дело в том, что схожество или сходство этих между двух разных людей или трех людей, или десятка, или ста, оно имеет три разных причины. Первое, что просто так получилось случайно, когда взяли фрагменты, вот оказались фрагменты, где просто по случайности мутации одинаковые. Компьютер считает так, значит, уже родство между ними, хотя там случайность. Второе, это то, что мутации обязаны быть одинаковыми, потому что все мы, у нас есть сердце, есть легкие, есть почки, кровь идет по сосудам, работают соответствующие гены, и поэтому многие у нас органы, они обязаны быть одинаковыми, и поэтому мутации в них, они одинаковые. Второй, компьютер записывает так, у них вот это одинаковые мутации, почки одинаковые, печень одинаковая, значит, родственники, значит, родственные связи. Записал. И, наконец, только третий вариант, когда действительно похожесть по происхождению, то есть, три варианта похожести. Компьютер все это прокручивает в таком блендере и выносит вердикт, что эти два человека, у них мутация похожа на 14,5%. Но я не знаю, сколько с половиной, потому что генетики, это народ такой, который, понимая, что там плюс-минус 10-15%, они все равно считают до долей проценты. То есть, математики в ужас приходят, что там 14,5% и плюс-минус 9%, причем если половина процента или там две десятки. Записали. И вот на этом основании они делают выводы о общем происхождении тех или иных людей. У одних сходств, если округлить, там 9%, других 15%, у третьих 60%. И на этом основании делаются всякие басни, насколько похожи те иные люди. Пример этой басни, каждый, кто делал тесты в этих лабораториях, ему выдают, сколько у него процентов неандертальцев. И у всех получается по 3%. Ну, правда, у кого-то 30,5%, у кого-то 2,8%. То есть, у всех 3% неандертальцев. Ну и народ, так сказать, с одной стороны, что с этим делать? Это так вот, для забавы. Но люди за это платят деньги, присылают деньги, что вот определите нам, какой у меня процент неандертальца. Ну, это, конечно, смешно, но таких много. Люди не понимают, что вот именно так это и было определено. Взяли, а поскольку значит, вот геном неандертальца известен, правда, их там 7 человек известен, трогеном, но тем не менее известен, поэтому его тоже рубят в капусты, также сравнивают. И человека рубят в капусты, сравнивают. Но, казалось бы, на этом можно остановиться и посмотреть, но нет. Дело в том, что капуста получается очень уж объемной у человека и у неандертальца. надо вычесть значит, общий как бы фон. А фон – это шимпанзе. И вот вы читаете, чтобы сократить число мутаций, которые сравнивают, вы читаете, с человека из генома и неандертальца вы читаете геном шимпанзе. Но шимпанзе берут из зоопарка, ну а другого-то нет. Надо бы вычитать общего предка, человека из шимпанзе, который жил 5 миллионов лет назад. Тогда было бы правильно, но такого нет. Поэтому берут шимпанзе, который уже 5 миллионов лет назад прошел в своем развитии, у которого образовалось по расчетам примерно 300 тысяч дополнительных мутаций. Но на это не обращают внимания. махнули, вычли геном от этого шимпанзе и вычли эти 300 тысяч мутаций, у которых не было у предка. То есть начинается дисбаланс, конечно, у этих геномных данных. И генетики и глазом не ведут, понимаете, точнее, ухом не ведут, и глазом не моргнут. И получается у них избыток, других недостаток. Но в целом примерно этот дефицит, этот дельтэ, это сальдо-бульдэ, получается примерно 3%. И это относится к тому, что у человека 3% неандертальцев в геноме. То есть чушь полная. Можно назвать это уже наукой. Ну, понимаете, если бы я был либералом, назвал бы. Но я не хочу так назвать, потому что это просто не наука. То есть вот так, как делают, это не наука. Это какие-то безумные приближения, допущения. И вот эти люди, они имеют смелость или наглость, про другие говорят, что у тех лженаука. Вот в чем парадокс полный. Теперь у меня осталось не так много времени для первого, но упомяну еще курганную теорию. Жила-была такая дама из Литвы, американской, точнее, она американка, в итоге стала на литовское происхождение, Мария Гимбутас, и она придумала курганную теорию, что якобы те, кто насыпали курганы в степлях России, Украины, и в других местах, это были некие индоевропейцы, то есть они говорили на языках индоевропейской группы. Данных таких, конечно, нет. Никаких записных книжек, никаких мемуаров не нашли, это по понятиям так придумали, что это были якобы индоевропейцы. И вот по теории Гимбутас, они примерно там четыре тысячи лет назад, по другим данным, пять, по другим шесть, ну, все это же так от забора до обеда считают, но это индоевропейцы конными ордами ворвались в Европу и принесли, всех там поубивали, а оставшимся принесли свои индоевропейские языки. С тех пор население Европы говорит на индоевропейские языка. Ну, там минус Венгрия, у которого украинские языки, минус баски, у которых языки свои баски, а все остальные индоевропейские. Ну, вообще говоря, российскими ученым эта теория не признается, потому что курган это не образующий признак, это не культура образующий признак, ну и так далее. Короче, не признают. А в мире, на Западе, многие эту курганную теорию признают. И вот подключились генетики опять, популяционные генетики в особенности. Нашли там в этих курганах, вообще в захоронениях курганной культуры нашли уже 12 ископаемых ДНК. И дело хорошее, сделали геномный анализ, вот так порубив все в капусту сравнили эти самые геномы, и пришли к выводу, что есть такая группа, называется R1B, она у этих древних людей, ямная культура называется, они у древних ямников были R1B. И смотрите, в Европе R1B 60%, ну понятно, вот он подтверждение Гембатов с теорией, что из ямной культуры как раз 5000 лет назад, пришли в Европу и принесли туда языки. Дело за малым. Не обратили внимание, что это не та R1B, а другая R1B. У R1B еще есть подгруппы, и вот у этой R1B, которая в ямной культуре, они все были относились в группе под названием Z2103, у них индекс, а его в Европе нет. А есть он где? На Кавказе и Месопотамии. То есть ямники вовсе не помчались Европы убивать там всех, они ушли спокойно на Кавказ, оттуда Месопотамия и оттуда кружными путями пришли через тысячелетие, через Пиренеи, через территорию современной Испании, Португалии, пришли в Европу. Вот можно ли назвать это лженаукой ну зачем? Просто это не наука, это глупо. Получается они посмотрели на то, что там за R1B и уже побежали делать вывод. Вот так работают к сожалению современные популяционные генетики. Если раньше они гор и мусор наворачивали анализеры фрагмента ДНК, то сейчас они наворачивают такие же гор и мусор при наличии геномной уже полногеномной ДНК. Вот пожалуйста пример. Лженаука это в общем-то нет, но опять это не наука. Ну тут можно примеров приводить. У меня тут выписано еще много примеров, но время заканчивается, надо перейти к вопросам и ответам. Если примеры важны, то в этом случае я не ограничиваю, если они важны на самом деле, необходимы для темы. Ну да, но я сам себя должен ограничить, потому что затягивать не очень хорошо. Ну вот я могу остановиться на таких звучащих фамилиях, как Перфоменко Носовский. Лженаука у них? Ну какая лженаука? Когда по их данным Иисус Христос родился в 14 веке, и он же был Юрием Долгоруким, или это был Чингисхан был Юрием Долгоруким и так далее, ну какая это наука? Значит, чтобы говорить о том, что это лженаука, надо тут же отсеять. Это либо наука, либо не наука. Если это не наука, то лженаука это извлеченное слово, просто не наука. А если это наука, то лженаука не подходит просто по определению. Лженаука вообще пустое слово, оно никуда его не применимо. Это аппарат политической инквизиции. Вот и все. Это все равно, что кандалы, понимаете, называть оружием. Ну какое это оружие, или боевым оружием называть? Нет, это в застенках только, а вовсе не на поле боя. Вот так же и лженаука. Это определенные кандалы, кандалы, кто там хочет как называть. Короче говоря, я думал, что у них наверняка много еще хорошего, у Фоменка с Носовским. Я когда как-то будущее в России купил книжку называется «Казаки Арии». Я с интересом, а поскольку я в Арии могу назвать себя профессионалом, то я с интересом стал читать. И вот первые страницы 30 прочитал с большим интересом. там очень много они цитируют античных историков, они приводят фотографии там где-то Камбоджа, Лаоса или где-то чего. В общем, познавательные книги на самом деле. Но ограничивались. Потом я перешел к тому, что оказывается в Куликовской битве или Куликовской битве оказывается применялась артиллерия, причем ствольная артиллерия. Вот это уже для меня было новым. я стал сомневаться в том, а что я вообще читаю? И с какой целью все это ну ладно, допустим, я мог не знать что-то про ствольную артиллерию. Ну, не знаю, в 1381 году может она и была, кто знает. Я все-таки не специалист по оружию. Читаю дальше. Оказывается, что Арии это казаки, которые перешли в Индию в средние века, там где-то в 1500-1600 годах, все. После этого я книгу закрыл и книг больше не возвращался. Но какая-то наука, поэтому называть, что Фоменко и Носовский у них лженаука, нет. По крайней мере, то, что я читал о них, никакой науки там и близко нет. Поэтому, но с другой стороны, многим нравится читать, в этом ничего плохого нет. То есть, это билетристика, билетристика забавная, билетристика с изысками такими. Люди зарабатывают на этом немалые деньги, что тоже делал неплохое. И никто, я думаю, что просто не надо называть это наукой. Мы же не называем Жюль Верна, что это у него наука, а Жюль Верн, он лжеученый. Мы привыкли к тому, что это билетристика, изобретательная, интересные примеры, интересно читать, но и замечательные. Вот так же и Фоменко и Носовский. Пусть публикует, слава богу, люди читают, некоторые через них в науку придут и поймут, что их дурачили до этого. Ничего там плохого нет. Но вот дело в том, что тем, кто называет ЛЖНОУК, им надо бороться. А у них, понимаете, пепел в сердце стучится. Скажем, я читаю того же Фоменка Носовского, дочитал до полного, так сказать, идиотизма, написанного там. Закрыл и все. Ну что мне писать письма там в спортлото о том, что их нужно наказать, что их нужно изгнать, что нужно, Фоменка, лишить академическое звание. Глупо это. Я спокойно прохожу мимо. А вот люди, которые произносят слова ЛЖНОУК, им надо бороться. Им нужно заклеймить, им нужно вот унизить, понимаете, нужно оскорбить и так далее. Вот кто люди, которые, повторяю, вот это ЛЖНОУК понять и использовать. Я мог бы, конечно, рассказывать и дальше, там, если будут вопросы про Петрика, о том, что за изобретения были у Петрика и какая судьба его ждала от тех, кто вот любит слово ЛЖНОУК, о том, что про него много нагородили лжи, тоже, я отнюдь не за то, что у Петрика там замечательные открытия, я просто ими не занимался, но то, что про него клеветы написали масса, это факт, что написали люди, которые обожают слово ЛЖНОУК, и нравится оно им. Поэтому, на самом деле, картина печальная. в этом смысле в Академии наук полный раздрай, который, так сказать, сделан или содеян небольшой группой людей. На самом деле, конечно, подавляющая часть ран, это нормальные люди, нормальные учёные, нормальные делают свою работу. Но вот, понимаете, есть ученики, а есть первые ученики, как сказал классик. Вот эти вот, которые бросают лжи наук, это первые ученики. У них вожжа где-то в известном месте, там же, где эскипидар намазан. Вот им надо непримерно бороться. И вот эти люди всё портят. Они портят имидж Российской Академии Наук. Они приносят много зла в наш мир. И я ещё раз обращаюсь. Если среди слушателей есть толковые юристы, вообще пора бы наконец этим заняться. Это и Википедия, которую пишет ложь. Я уже процитировал кое-что. Это, это Фаякова Фрикопедия. И, кстати, интересно, в Фрикопедии, открываешь страницу Фрикопедии, а там внизу написано, что, в общем, уход от ответственности. Видимо, они, было там, должно быть написано, что не отвечают за свои слова, что вообще это неправильно. Ну, ладно, я кликнул на этот уход. Оказалось, что это мёртвая ссылка. Она ведёт в никуда. Идёт к каким-то третьим вещам, не имеющим никакого отношения. Я прочитал про Бехтереву и думаю, кто же этот негодяй, который вещи такие написал? Кликнул на историю. Вопросы. Мёртвая ссылка идёт никуда. Короче говоря, куда не ткнёшь, там везде мёртвые ссылки. То есть, пакости написаны. А кто это написал? А ничего нет. Вот помните, как вот юридическая система России такую терпит? Неправильно наконец за этих людей взяться? Неправильно взяться за этих организаторов конференции учёных против мифов, которые дискредитируют имена людей. Более того, иногда людей уже, которые не с нами, которые уже упокоились. Вот это полное безобразие. Вот этим я хотел бы пока подвести перед ответом на вопросы. Хорошо. Хорошо. Благодарю за такой интересный доклад. Сейчас мы через буквально небольшую паузу перейдём к вопросам и ответам. Так что не расходитесь далеко и надолго. Народная славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.